Все вот это пространство пустое. Ну, ничего себе! Вы тоже это видите? Всем привет! С вами Наташа Берсик, и в этом видео я сделаю обзор на куклу, которая повзрослела на наших глазах. Из милой маленькой девчушки она превратилась в красивую и модную девушку. И это Ноа из коллекции Hair Mazing. Это коллекция, в которой куклы Hairdorables повзрослели. Это все те же девочки-видеоблогеры, любительницы креативных причесок, но уже в их взрослом облике. Название коллекции на коробке похоже на неоновую вывеску в стиле ретро. И Hair Mazing это игра слов Hair, волосы и Amazing замечательный. Лозунг коллекции, волосы еще больше, но все еще никаких забот. Коробка куклы очень яркая и красивая. С передней стороны большой портретный арт, и рядышком видна кукла. То есть это не кукла-сюрприз, однако шесть сюрпризов все еще ждут нас внутри коробки. Сбоку и верху на коробке имитация книжных страниц, напомнила коробки кукол Ever After High. Ну а в данном случае коробка, скорее всего, имитирует модный журнал. Обратная сторона коробки с красивыми артами других героинь коллекции, но, честно говоря, в кукольном исполнении мне понравилась только повзрослевшая Ноа. Остальные куклы мне больше нравятся в виде малышек. Внизу на коробке указана компания-производитель Just Play и то, что кукла сделана в Китае. Ну а теперь начинаем распаковку. Первым делом снимаем прозрачный пластик. Ну а теперь открываем тот самый модный журнал. Здесь тоже есть липучка, как и в коробках маленьких кукол Hairdorables. Оформление внутри очень красивое. Здесь арт куклы в полный рост. Сама кукла как будто находится в фотостудии. Наверняка фоткается для модного журнала. Раскрываем далее. И здесь мы видим ковровую дорожку. Правда, не красную, синего цвета. Еще здесь картонная инструкция. Это похоже на ковровую дорожку на какой-нибудь премьере. На выпадающей части милые картонные деревья. А вдали, вероятно, видны вспышки фотоаппаратов. А рядышком размещены сюрпризы. И открываем первое оконце. На нем как раз изображена Ноа. Вот так выглядит пакетик, полностью покрытый надписями. И открываем его. А внутри сережки. Сережки выполнены из пластика, но имитируют с собой сережки из четырехслойной бахромы. Вверху на них золотой цветочек. Вся эта конструкция подвижная, крутится, но при этом хорошо держится на основе. Открываем второе оконце. И в этом пакетике обувь и заколочка на волосы. Заколка выполнена из резины. На ней окрашены цветочки. И с обратной стороны есть застежка. Обувь это босоножки сабо на супервысокой золотой танкетке, покрытые волнистыми рельефами. С передней стороны пояски розового цвета с имитацией бахромы. Таким образом выглядит подошва, и здесь видны сгустки резины. То есть золотой цвет неоднородный. Теперь открываем третье оконце. Здесь что-то очень большое. Но не настолько большое, как пакет. То есть вещица примерно вот здесь, а все вот это пространство пустое. И здесь очень классная лимонная сумочка. Лимоны сейчас как новая нефть, судя по ценам в магазине. Поэтому сумочка этой куклы очень актуальна. Она выполнена из резины. Рельефное изображение лимончика есть с двух сторон. Ручка коричневая. И по форме она напоминает мне гусеничку. Вы тоже это видите? И внутрь действительно можно что-то положить. Очень прикольная и стильная сумка. Заглядываем в четвертое оконце. И в этом пакете... Ой, что это такое? Это расческа. Это круглая массажная расческа. И ручка имитирует дерево. Еще в этом пакетике было серебристое основание подставки с надписью Hairdorables. И блестки интегрированы в пластик. Красиво переливаются. Еще здесь был держатель. Ну а сама стойка находится в закутке вместе с куклой. Подставочка вроде такая легенькая. Основание плоское, но при этом она хорошо и устойчиво держит куклу. На стойке есть резьба, которая ограничивает держатель. И его можно размещать на различных уровнях. Ну а первое впечатление от куклы очень хорошее. Она милаха, очень нежная и добрая. Как я уже говорила, это повзрослевшая версия куколки Ноа. Она главная героиня бренда Hairdorables. Видеоблогер, снимает видео о прическах. Но, судя по всему, добавила на канал и рубрику о моде. Потому что ее повзрослевшая версия очень модная и одета в стиле боха шик. Куклы между собой, конечно же, похожи. У меня в коллекции селфи Ноа. Но, судя по полоскам на кофточке, повзрослевшая версия больше похожа на базовую Ноа. То есть скейтер Ноа. В общем, это все те же волосяшки, только теперь формата 1 к 6. Кстати, многие коллекционеры еще до выхода этих кукол создавали гибриды. То есть к голове кукол Hairdorables добавляли тело формата 1 к 6. И в какой-то степени эти эксперименты оказались пророческими, и вышли куклы Hairdorables формата 1 к 6. Кстати, лица кукол действительно не сильно изменились и не сильно повзрослели. Но, в любом случае, лицо стало чуть длиннее и чуть уже. На глазах стало больше ресниц, и изменилась рисовка радужки. Улыбка стала менее широкой. Как-никак девушка взрослая улыбается уже более сдержанно. А еще у этой куколки очень красивый, интересный макияж. Полоска персиковых теней под глазами. Наверху светло-бирюзовые тени переходят в персиковые. И эти тени покрывают маленькие точечки и искорки. Скорее всего, это имитация свечения. А еще около правого глаза нарисован золотой цветок, который не сразу бросается в глаза и выглядит очень красиво. Молд все такой же забавный с выступающей нижней частью лица. То есть с выступающими милыми щечками. Основной цвет волос взрослой версии похож на цвет волос малышки. И у обеих кукол на голове есть милые дулечки. У взрослой версии это боковая большая дулька, которая идет из косички. Закреплена прозрачной резинкой. Цвет волос этой куклы не везде одинаковый. На затылке прошиты волосы цвета блонд. И такие же волосы интегрированы в главную кудряшку. По качеству волосы такие же, как и у малышек Hairdorables. То есть у этой куклы кудряшки, и они спутаны, они выглядят не очень различимо. При этом волос очень много, и для игры они, конечно же, подходят. Прошивка хорошая. Очки изначально были закреплены на голове куклы с помощью резинок. Я их сняла. Ну и без них они хорошо сидят на голове, если вставить дужки в волосы. Очки золотые, круглые, с белыми полосками с передней стороны. И со странными линзами, непрозрачными, бирюзовыми. Таким образом смотрятся на лице куклы, сидят устойчиво, и выглядят очень забавно, с этой микроулыбочкой и изумрудными бровями. Но мне нравится. Она такая смешная мультяшка получается. Как я уже говорила ранее, мне кажется, что эта кукла одета в стиле бохо-шик. То есть это микс каких-то хиппи-мотивов, этнических и так далее. Образ очень органичный и милый. Посмотрите, какая очаровательная кофточка с открытыми плечами, с рюшей, с объемными красивыми рукавами. И мне очень нравится расцветка. Полоски нежных и сочетающихся между собой цветов. И эта кофточка заправлена в джинсы с завышенной талией. Небесно-голубая джинса, выполненная из очень плотного реалистичного материала. Цветочки на ней это вышивка. Это не какая-то печать или рисунок по ткани. Это настоящая вышивка. Выглядит очень красиво, и я думаю, вы не ожидали такой детализации от этой куклы. Да и вообще, по фасону эти джинсы очень модные. Мне нравятся как прошитые пуговки вверху с золотыми нитками. И с обратной стороны они на липучке. Кофта, кстати, тоже. Таким образом босоножки смотрятся на ногах. Хорошо сидят, не спадают. И оставшиеся аксессуары я тоже добавила к образу куклы. Теперь она в полном образе, с сумочкой, с сережками, с украшением на голове. Сережки, конечно, огромные, но мне нравится, как они выглядят. Они очень вписываются в концепцию ее образа. А еще мне нравится, как смотрятся цветы в волосах. Мне пришлось повозиться, чтобы закрепить этот резиновый аксессуар на голове и застегнуть. Но в итоге получилось очень красиво. И я вручила Ноа ее селфи-палку, точнее селфи-палку маленькой куклы. И это забавно. Она делает селфи и получается на нем маленькой девочкой, как будто с помощью фильтра в Snapchat. А еще я не могу не сравнить эту куклу с куклой LOL Surprise OMG. Если вы посмотрите рекламу этих кукол и рекламу кукол LOL Surprise OMG, то вы увидите, что представление кукол очень похоже. И, конечно, сравнение этих линеек неизбежно, потому что концепция похожа. Здесь старшие сестры, а здесь повзрослевшие куклы. Кукла Hairdorbles намного выше. Куклы совершенно разные. У них разная форма лица, разное тело и разный стиль одежды. Куклы Hairmazing более милые, нежные, в то время как LOL Surprise OMG дерзкие красотки. Здесь мне сложно выбрать фаворитку, потому что уж больно сильно мне понравилась Ноа и ее детализация. И давайте еще сравним кукол в раздетом виде, потому что у этой куклы шарнирное тело, и очень интересно на него посмотреть. Ну ничего себе, у нее даже есть грудной шарнир. У куклы стройное тело с длинными ногами, есть шарниры в плечах, в локтях, в кистях. Кисти рук симпатичной формы с рельефными ноготками, а еще они вынимаются из ручек. Грудной шарнир позволяет наклонять тело куклы в стороны. Голова куклы крутится вокруг своей оси, а также наклоняется в стороны. Вперед не наклоняется, ее тянут назад длинные волосы. На теле куклы полосатые рельефные трусики. Шарниры в бедрах позволяют посадить куклу на шпагат и также немножко развести ноги в стороны. Очень хорошо, что есть шарниры в коленях. Можно посадить куклу в удобную позу, и сразу обратите внимание на подъем стопы. Очень высокий подъем, очень изящные ножки, и по форме напомнили мне ноги Monster High. Но у стандартных монстряшек размер ноги все-таки поменьше. На ножках выделяются рельефные пальчики и ноготки, и таким образом выглядят пяточки. Ну и рядышком поставила тело куклы Monster High и тело куклы Low Surprise OMG для сравнения комплекции. Мне понравилось тело куклы Hair Mazing. Хорошие шарниры, красивая фигура. В общем, постарались. И на этом все. Я надеюсь, вам сегодня было интересно. Если это так, то не забудьте поставить лайк этому видео. Лично мне, но очень понравилось. Очень милая, позитивная, добрая весенняя куколка, которая, к тому же, превзошла мои ожидания по качеству. Она шарнирная, у нее настоящая вышивка на джинсах, которые действительно похожи на джинсы. Пишите в комментариях, будете ли вы покупать кого-нибудь из Hair Mazing. Лично я, скорее всего, остановлюсь только на но. Она будет присматривать за всем детским садом из кукол Hairdorables на моей полочке. И, конечно же, чаще улыбайтесь, любите котиков. Желаю вам весеннего настроения, и всем пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!